И кто только придумал эти кровати, одеяла, подушки. Девочке Маше из мультфильма можно только посочувствовать. Конечно, она и не подозревала о существовании торгового комплекса «Ивановские мануфактуры». Чтобы и вы не попали в такую же ситуацию, как и Маше, мы решили окунуться в этот мир сна с великолепными подушками, одеялами и, конечно, пижамой. Какого размера вообще лучше подушку купить? То есть вы сами посоветуете, какой большой или маленький? Я как с точки зрения врача, потому что все-таки образование у меня есть, медицинское немножечко. Правильный форм подушки все-таки 50 на 70. Вот эти вот большие бабушки на подушке 70 на 70, особенно деткам, я бы не рекомендовала. Сколько подушек, столько и наполнителей. Самые натуральные – пух и перо. Они же самые дорогие. Если болит голова и шея, можно купить ортопедическую подушку с лечебными наполнителями. Лузгой гречихи, цветами лаванды и даже магнитными камнями. Детишкам больше подходят подушки из бамбуковых наполнителей, алоэ вера, эвкалиптовый наполнитель. То есть те, которые экологически чистые, которые легко стираются. Людям постарше больше подходят подушечки с шерстью. Допустим, верблюжья шерсть, шерсть кашемира идет. То есть это уже как бы от хондрозных болей. Это все единственный недостаток – они не подлежат стирке. Ткань подушек такая же разная, как и наполнители. Самые дешевые – это подушки из синтетики. Есть подушки из хлопка, они уже подороже. Ну а самый дорогой – это сатин. Во-первых, это хлопок, а во-вторых, ткань очень плотная. Легко стирать и на ощупь. Очень приятно. При желании спать можно и на таких вот подушках-антидепрессантах. Мало того, что одним своим видом они поднимают настроение, так еще они наполнены мельчайшими гранулами полистирола. Это крохотные шарики диаметром меньше миллиметра, что делает их очень приятными на ощупь. Кроме того, такую игрушку можно взять с собой дорогу, чтобы поспать на ней в машине или на даче. Ну и какой же здоровый сон без удобной пижамы. К тому же, даже во сне хочется хорошо выглядеть и быть модным. И не важно, где ты спишь – в кровати или в люльке. В основном берут с длинным рукавом. Мальчикам берут с тачками. Девочкам – с китти. Какие ночные сорочки предпочитают современные девушки? Ну, современные девушки предпочитают сорочки на тоненьких бретельках, вискоза, коротенькие. В нашем торговом комплексе можно приобрести комплект постельного белья от 300 рублей, подушки от 150 рублей и пижамки от 200 рублей. Шторы тоже имеют значение. Для спальни подойдут спокойные тона из ткани, пропускающей воздух. Зеленый цвет – это цвет спокойствия. А кому-то, может быть, покажется и кофейный цвет приятный. Пожилые люди теперь почему-то наоборот хотят выделиться, приобретают у нас со стразами, с различными бусинками. А молодежь – это креативный цвет, какой-нибудь стальной, черный, в черно-белых тонах. Ну и, конечно, спальня – это не только кровать, постельные принадлежности и шторы. Украсить интерьер спальной комнаты можно при помощи вот таких вот прекрасных гобеленовых подушек или игрушек ручной работы, например, как вот это вот. Все их можно приобрести здесь же, в этом торговом комплексе. К слову, если совершить покупку в торговом комплексе «Ивановские мануфактуры» на сумму 1000 или 3000 рублей до 30 апреля, можно стать участником розыгрыша ценных призов, который состоится 1 и 2 мая в полдень. Эх, если бы только Маша знала о существовании торгового комплекса «Ивановские мануфактуры», тогда она купила бы свои постельные принадлежности именно здесь, и все бы у нее было по-другому. И кто только придумал эти кровати, одеяла, подушки.